Спасти от голодной смерти или полученных травм животных, помочь им обрести новый дом – задача волонтеров. Их число в Чистополе уже перевалило далеко за сотни. Они создают группы в соцсетях, обмениваются информацией о брошенных животных и, объединившись, решают их судьбу. Один человек увидел, другой человек отследил, третий человек привез, четвертый человек, Афания Файзулуна, ветеринар, осмотрела. Это как раз-таки сплоченность и хотелось бы, конечно, больше таких людей. Кто-то не афиширует, просто помогает материально, кто-то, как мы, допустим, ездит, забирает, подбирает. У нас порядка 250 человек, именно волонтерская группа на добровольных началах. То есть у нас свое финансирование, мы сами в определенные дни скидываем денежки и помогаем животным. То есть подбираем беспризорных животных с улиц, больных животных, очень много сбитышей, очень много фактов жестокого обращения с животными. Недавно был случай, что женщина в состоянии алкогольного опьянения на дом медиков выбросила кошку с пятого этажа. Наши волонтеры выехали, попытались спасти, увезли в ветеринарную клинику, но кошечка не выжила. Каждый день сети пестрят сообщениями о попавших в беду животных, чаще всего по вине человека. Среди них даже дорогие породистые кошки и собаки, которые оказались ненужными, но которые обрели новых хозяев благодаря своим защитникам. Лайма пока еще свой дом не обрела. Несколько месяцев назад ее сбила машина. Водитель уехал, а собака осталась лежать на обочине почти сутки со сломанным позвоночником. Люди проходили, бросали сосиски, на которых она даже дотянуться не могла. Волонтеры ее нашли еще живой и увезли на передержку в частный приют, который находится в соседнем районе. Эльза – его сотрудник. После операции она круглосуточно следит за Лаймой. Теперь собаке необходима помощь человека для лечения, ухода и даже туалета. Задние лапы уже никогда не будут двигаться, но Лайме разрабатывают передние. Ведь благодаря зоозащитникам у нее появилась коляска-трансформер. Собака сможет передвигаться и, возможно, однажды найдется. И для нее приемная семья. Очень много народа подключилось к ее судьбе. То есть помимо чистопольских волонтеров к нам приезжали девочки-волонтеры из Казани тоже. Привозят очень много пеленок, памперсов. То есть все необходимые расходники, которые ей жизненно необходимы уже для достойного содержания. На счету у волонтеров уже огромная армия животных, которым посчастливилось выжить. Вот эту собаку ударили люди. У нее был сломан хвост, и она погибала на улице. Пока ее не подобрали волонтеры. Сейчас у нее есть любящий хозяин. Позади трудная операция. Эту кошку нашли с открытым переломом лапы, а эту и вовсе с оторванной конечностью. Сейчас эти животные находятся у волонтеров дома. Даже нет элементарных передержек в Чистополе. У каждого волонтера по два, по три, даже по десять животных дома. Нету вот этой передержки. Куда бы мы могли, например, животное переместить, чтобы оно там все-таки в условиях каких-то комфортных было. То есть нету. Вот в этом и проблема. Поэтому мы собрались и обращаемся. Если это будет приют, это будет содержание животных, это будет, значит, оперативная им помощь, забота, также, значит, вакцинации плановые обязательности, стерилизация, кастрация, плюс забота об этих животных, то есть пристройство их в надежные руки. Волонтеры обращаются к власти имущим и просят поддержать их инициативу по созданию в Чистополе своего приюта для бездомных животных, изучают опыт других приютов и готовы отстаивать свою идею зачастую, несмотря на травлю в социальных сетях со стороны зоопротивников. Но вопрос все еще остается открытым. Мы хотим помочь, чтобы в Чистополе было меньшее количество беспризорных животных, чтобы это было все социализировано. Как сообщает портал правительства, на республиканском уровне уже состоялось обсуждение приютов в Татарстане. За круглым столом с муниципалитетами в Доме правительства предложено разработать федеральную программу по выделению регионам субсидий из федерального бюджета на строительство приютов. Со стороны аппарата президента озвучен призыв главы муниципалитетов привлекать к этому процессу инвесторов, реализовывать межмуниципальные проекты, к примеру, строить один приют на 2-3 района, сообщает портал. Как будут развиваться события дальше, в том числе и в Чистополе, получат ли зоозащитники поддержку, станет известно в ближайшее время. Невозможно, возможно. Если сильно захотеть, если сильно постараться, все-таки мы сделаем это. Смотрим, изучаем. Не все так плачевно. Животные живут нормально. С последующим пристройством кто-то вылечивается. Нет такого, что все ужасно. Ну реально, если кто-то будет спонсировать, то это реально. Почему бы нет? Да. Но тут все равно нужна будет поддержка государства. Это в любом случае без этого никак не обойтись. Собаки бездомные. Они бегут. И людям страшно. И собаки тоже пугаются от людей. Я считаю, приют нужен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!